Буду благодарна, если напишите, из какого города собственник в эстоматологии, управляющий, может быть, старший администратор, может быть, РОВ. Расскажите, из какого города, какой у вас должность какая, почему вам интересна данная тема, почему контроль качества интересна сейчас, почему решили внедрять, вообще решили, лили, думаете. Спасибо. Да, отлично, хорошо. Давайте тогда начинать. Значит, у нас сегодня тема, отдел контроля качества. Давайте расскажу вообще, что это такое и для чего оно нам нужно, что это такое новый продукт. Значит, отдел контроля качества в первую очередь у нас идет для собственников, для руководителей, для управляющих и для РОВ. РОВ – это руководитель для тела продаж. Да, действительно, в стоматологии сейчас пошла такая тенденция, что мы тоже внедряем РОВ. Конечно, это должна быть стоматология большая, мощная, с большим количеством кресел, с большим количеством администраторов, врачей, кураторов и так далее. РОВ – это человек, который качает конкретно продажи, то есть он делает упор на конверсии, на средние чеки, на выручку, на контроль, на планерки, выполнение плана и так далее. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, кто такой РОВ. Собственники у меня здесь присутствуют. Отлично. Для вас это как раз будет актуально. То есть что нам вообще отдел контроля качества дает? Во-первых, отдел контроля качества, он охватывает большое-большое количество звонков и большое количество консультаций. То есть это будет актуально для тех клиник, у которых есть администраторы, для тех клиник, у которых есть администраторы и кураторы. Есть такие клиники, у которых есть операторы. Это тоже будет актуально. Потому что я, например, работала с клиниками, у которых есть администраторы и колл-центр. И мы работали и с администраторами, и с колл-центром. Потому что разговаривают по телефону и звонят, и те, и другие. Поэтому здесь, на самом деле, актуально будет для всех. Если у вас в клинике есть еще куратор, то отдел контроля качества для вас принимает такой очень раздернутый вид. Потому что сотрудники отдела контроля качества, они еще и смотрят на соблюдение регламента первичного приема куратора. Чтобы были соблюдены все этапы по продаже. Значит, в первую очередь мы смотрим, где и как администраторы и кураторы сливают наши деньги. То есть собственник вкладывает рекламный бюджет, вкладывает то, что его ведут какие-то подрядчики, маркетологи, введение рекламы, маркетингный бюджет, распределяет его. Это большие деньги. А администраторы и кураторы, они просто берут и неправильно разговаривают по телефону, неправильно человека принимают. Или вообще, например, человек-то личный пришел, его куратор не встретил на лице общения. То есть это ошибка, очень грубая ошибка. Администратор, например, не записал, не побудил человека в записи. У него безинициативный разговор и так далее. Это тоже ошибка. И как мы ее можем отслеживать? В разрезе одного, двух, трех звонков это несерьезно. Как-то так отслеживание и контроль не делается. То есть для того, чтобы понять, администратор или куратор эффективный или неэффективный, это нужно слушать много звонков и смотреть постоянно видеоконсультации. Что нам мешает увеличить конверсию? То есть какое узкое горлышко? Конкретно у конкретного администратора или, например, у куратора? То есть какой этап продажи, например, администратор упускает, не проговаривает? Ну, например, были такие администраторы у меня, да, которые просто не проговаривали ответственность за этих человек. То есть если у вас что-то поменяется, либо будете задерживаться, пожалуйста, позвоните, предупредите, запись плотная, доктор будет ожидать. Вот они просто не говорили о том, а это ключевой момент, это очень важный момент. То есть мы человека таким образом даем ему понять, что у нас запись очень плотная, ценность вот этому приему, да, и таким образом ответственность. Если не проговаривать, соответственно, у нас человек может не прийти, поставить нас в черный список, не брать трубку, ну и так далее, да, все из этого исходящее. Если куратор не встречает человек, допустим, самый первый шаг на ресепшн, как он дальше с ним будет коммуницировать, как он дальше будет у него выявлять потребности, как он дальше будет составлять там вместе с доктором планы чем-то, и это все очень тяжело. Поэтому надо найти у каждого администратора и куратора таким образом, таким, так сказать, слабое место, да, то есть в какой этап продажах они пропускают. Город Воронеж, отлично. У нас есть франшиза, Кринниково в Воронеже, у меня был консалтинг в Воронеже. Отличный город, супер, спасибо. Дальше. И узнаем точки роста каждого сотрудника. То есть у нас отдел контроля качества, вообще любой отдел контроля качества должен оценивать не в общем, а должен оценивать каждого сотрудника. У нас, если мы берем конкретно наш продукт, да, демократ, мы делаем индивидуальные карты развития. Я немножко попозже про них расскажу. Индивидуальные карты развития на каждого сотрудника. То есть это очень важно. Есть у вас пять администраторов, например, да, пять администраторов. Мы на каждого администратора вам сделаем индивидуальную карту развития. Какой скилл нужно прокачать, как прокачать, какую книжку прочитать, например, да, какой вебинар посмотреть и так далее. Поэтому здесь вот это, я считаю, прям такой большой плюс для АВАД, для собственников, для управляющих. От ИРАО супер. У нас есть, мы ведем проект консалтинг в ИРАО. Из Казахстана, кстати, сейчас очень много заходит клиник по консалтинговым проектам. У нас сейчас в работе шесть клиник по консалтинговым проектам. Супер. Я рада прям, что у нас Казахстан сейчас с нами на связи. Здорово. Поэтому, значит, для собственников, для управляющих, для того, чтобы понять узкое место, да, где у нас администраторы, кураторы проседают, так скажем. Почему вообще мы решили создать вот этот продукт ОКК и вообще почему он, ну, в других местах создается, да, почему этот продукт сейчас востребованный, почему этот продукт такой перспективный, почему он очень продающийся. Во-первых, для принятия решений. То есть мы не можем опираться и принимать какие-то решения в разрезе там двух, трех, четырех звонков. Ну, это смешно, да. Например, прошла неделя, нам нужно сделать разбор звонков, и мы слушаем два звонка, и мы уже говорим там, девочки молодцы или девочки не молодцы. Это могут быть единичные случаи, единичные звонки, которые нам не покажут. Хороший администратор, эффективный, какой у него средний балл, какой у него фиджи, да, там фиджи это final grade, я через попозже расскажу вам, да, что это такое. То есть для принятия решений собственником, ропом, управляющим нам нужно больше объема. Больший объем. В течение недели нам нужно служить много звонков. Но я понимаю, что вы как собственник, у вас очень много другого функционала. Управляющий, прекрасно, я была управляющей, прекрасно понимаю, что это материалы, это проверки, это закупки, это вот это все, я прекрасно все это понимаю. Плюс еще коллектив, плюс еще на планетке надо проводить, все это проводить. Роп тоже, да, то есть у вас фокус идет на сплочение коллектива, на продажи, на выполнение плана, на планетке и так далее. Вы не можете целыми днями сидеть и только слушать звонки, и только смотреть консультации, и только пялиться в камеру. Поэтому нужен какой-то человек, который целыми днями будет делать вот этот анализ, сидовать вам отчеты, показывать какие средние баллы, что где проседает, проверять вашу СРМ, контролировать администратора, выходить с ними дополнительно на планетку. Потому что ваше время и вашего ресурса, его, во-первых, недостаточно, потому что у вас другие дела и другой функционал, а во-вторых, ваше время дорого, как собственника, как управляющего, как РОПа, оно дорого. Потому что у вас должны быть стратегические важные решения, во-вторых, вы должны опираться, смотреть на цифры, да, и смотреть, читать таблицы и уже принимать на их основные решения. Вот. Маргарит, управляющая, супер, да, Маргарит, как раз он просто, да, будет актуально. То есть высвободить время собственника, потому что ваше время, оно ценно. Для этого мы создали отдельного человека, который специально обучен, у которого есть инструменты, который умеет это делать, у которого колоссальный опыт, который работает с нашими клиниками. То есть клиниками, которые у вас в франшизе, клиниками, которые в консалтинге, человек, который знает, понимает прекрасно, да, то есть несколько человек в отделе. Поэтому здесь конкретно люди заточены на то, чтобы делать вот этот продукт качественно. Что будет вообще входить сюда, да, то есть это планерки. Планерки с отделом контроля качества. Планерки большие, планерки объемные, зависит от того, сколько у вас администраторов. Ну, например, возьмем, да, вот прям сегодня была планерка. Это город Петропавлов, Казахстан тоже. Там три администратора и один куратор. Сегодня планерка длилась два часа. То есть большие, мощные, объемные планерки, многослойные, с вопросами, с ответами, с показом таблицы, с показом СРМ, да, какие ошибки, разбор звонков. Опор идет на цифры, показываем средние баллы, показываем, где, что проседает, в разрезе каждого звонка. Это очень интересно, это захватывает администратор, видит, где можно подтянуться и так далее. То есть у вас будет обязательно у каждой клиники, в которой нам подключается, это таблица, это обязательно отчетность. То есть у вас будет группа, группа, либо в основном в WhatsApp, это наше информационное поле, создается группа. И в группу каждый день, каждый день исследуется отчетность, средний балл по каждому администратору, куратору, разрез обязательно по каждому этапу и звонку, контроль СРМ, какую СРМ мы ставим, чуть-чуть попозже к нам подключится специальный человек, она расскажет, какую СРМ и чем она. Нам нужна фокус на вашу клинику, то есть большое количество звонков будем сложить и обучение. То есть не просто вышли, посмотрели таблицу, посмотрели баллы и до свидания, а именно посмотрели таблицу, проанализировали, обучили администратора. Дальше. Первое, что мы делаем, это выдаем скрипты, потому что просто брать и обучать, ну, не обучив ничему, понятно, что это, ну, как бы, нелогично. То есть первое, что мы выдаем, это выдача скриптов, скриптов, отработка возражений, правила эффективного общения для того, чтобы администраторы понимали, что мы от них хотим и по какому рангу мы будем их контролировать и оцепровывать. Ежедневно у нас будет контроль звонков, прослушивание, ну, примерно 30 звонков каждый день по 70 минут. Это примерно в эфире. Человек слушает вашу клинику, только вашу клинику. Мы сами установим и проверим АМА-СРМ. Также у нас будет ежедневная проверка этой программы. И подключаем телефонию. Телефония нам нужна для того, чтобы слушать звонки. Это логично, да, так как мы будем слушать звонки, нам нужна телефония и какая-то программа, где мы будем это все контролировать. Наша программа – это АМА-СРМ. Яна, руководитель отдела сопровождения, она к нам подключится и расскажет про программу. Дальше повторюсь немножко. Планерки, просмотр видеоконсультаций кураторов. Где-то примерно 50 минут в день. Каждый день. Далее. И здесь я как раз говорю, что не нужно позволять вашим сотрудникам передавать брак на следующий этап. Это вот как раз я говорю о том, что если куратор на ресепсионате не выявил потребности, как он будет дальше делать доктору установку на продажу? Как он дальше доктору передаст информацию? Как он будет с пациентом дальше коммуницировать, налаживать контакт и так далее? Или если, например, администратор не проговорил, например, ценность доктору, как он дальше будет доводить человека до клиники? У человека уже нет ценности, он уже не чувствует, он уже не понимает, к какому доктору его записали, доктор хороший или опытный, неопытный вообще. Какой доктор? Фамилия, имя, имя, что-то врача ничего не говорить не могут. Обязательно нужно поднимать ценность доктора. Поэтому если она, например, упущена, соответственно, нам уже будет очень тяжело человеку довести до клиники. Поэтому прозрачная цифровка каждого звонка и консультации должна быть, отчеты в группу, для того, чтобы вы как собственник, как управляющий, как РОП, чтобы вы видели прозрачность. Не просто так у Наташи 30 баллов, 30%, да, средний балл у Оли 40 и непонятно, почему 30 и почему 40, а прозрачность отчетов, прозрачность цифровок, отчеты в группу каждый день, чтобы вы видели, как этот балл формируется. Дальше. Таблица настолько понятная, что нам видны, какие этапы просветают и почему не произошло записи или продажи, например. То есть сразу видно, у нас идет система светофора, кратные ячейки – это плохой показатель, желтые ячейки – это средний показатель, зеленые ячейки – это хорошие показатели. Все, вы как собственник, как РОП, как управляющий, вы открываете и просто смотрите. То есть там все ясно, понятно, в системе светофора смотрите на красные, то, что проседает, и в соответствии с индивидуальной картой развития уже прокачиваете администратора до следующей планетки. Дальше. Среднее значение FIG. FIG – это Final Grade, называется, по эффективности каждого сотрудника. То есть Final Grade – это соответствие с крипту. То есть средний балл в соответствии с крипту. Или средний балл в соответствии с технологией продажи. Поэтому среднее значение, средний балл будет на каждого администратора, на каждую аккурацию. Дальше. Покажу вам примеры отчетов. То есть мы видим… Покажу мышкой. Вот этот отчет идет в группу. То есть мы видим здесь скрины там от СРМ с соответствующими комментариями. Скрины из таблицы в разрезе каждого звонка. Скрины со средним баллом каждого администратора. Здесь мы видим ежедневный отчет системы светофора. Мы видим, опять же, какой администратор хорошо работает, какой нет. Такие у нас баллы, где красненькие, где зелененькие, где желтенькие. И вот это у нас пример отчета уже от таблицы. То есть это дашборд, по которому выведены средние значения. И дальше идет по этапам, какой этап хорош, хорошо, какой плохой. Вот мы видим уже программирование здесь на скрине 54. Он уже окрашивается в розовый цвет. Это уже так ближе к плохому. Если еще ниже будет, то это будет прям ярко красным. Дальше. Что мы получаем от отдела контроля качества? Ну, в первую очередь, это рост конверсий. Конверсии у нас какие бывают? У нас конверсия бывает в приход и конверсия бывает в продаже. Соответственно, конверсии в приход за нее отвечают администраторы. И конверсия в продажу у нас отвечают кураторы. Соответственно, рост конверсий в приход, рост конверсий в продажу у нас отсюда идет рост в выручу. То есть больше пациентов приходит, больше пациентов покупают. Все логично. Дальше. Отчет отдела контроля качества. Первые же дни у нас будет готов чеклифт. Для всех администраторов, кураторов этот чеклифт мы вам выдадим, он у вас будет. Вы можете самостоятельно, например, в течение недели чекать администраторов. Вы можете этот чеклифт им выдать на руки, чтобы они сами чекали себя и так далее. Контроль рекомендации в работе АМА-СРМ. Это обязательно. Обучение технологии продаж. То есть у нас будут планерки, у нас будут тренировки, у нас будут обучения и самое слабое звено, я так назвала, выделим самое слабое звено в команде. Или, например, не то, что самое слабое звено, а самое слабое звено в звонке, так скажем. И создадим индивидуальную карту развития. На каждого администратора, куратора и так далее. Отлично. Александр, скажи, пожалуйста, подключилась ли к нам Яна, специалист по АМА-СРМ? Наталья, нет, нет, сейчас я протекла. Возможно, мы продолжим с Анастасией? Хорошо. Давайте тогда сейчас в прямом эфире мы попросим нашего специалиста отдела контроля качества, ее зовут Анастасия, прослушать с нами и разобрать, чтобы вам было наглядно показано, как она осуществляет работу. Анастасия, старший сотрудник, старший куратор отдела контроля качества. Она нам сейчас откроет, покажет таблицу, покажет, как она осуществляет звонки. Звонки послушаем в прямом эфире и посмотрим, как отдел контроля качества работает каждый день на примере звонка. Всем добрый день. Здравствуйте. Да, включаю демонстрацию, покажу на примере. Видно. Все видно, да. Отлично. На примере первого звонка включаю и покажу, как происходит вообще вся анализ звонка. Здравствуйте. Народная стоматология. Меня зовут Александра. Вы оставляли нам заявку в текстной рекламе с воротой платом, верно? Да, да. Скажите, пожалуйста, как у вас вам в отстатки? Отлично. На всякие, смотрите, у нас сейчас проходят акцию от анализова. В отстатки бесплатно. Давайте, если мы вас на консультацию подойдете, доктор вас не смотрит, ответит на все вопросы. То есть, при вопросах учитывать полностью стоимость. Ага. Так. Вам вообще было бы удобнее до обеда или после обеда? На выходных вы работаете. На выходных. Так. Работает теперь в обоих доктор. Так. 13-го будет в цитане до мая. У меня 20-го будет в отстатки. Так. Вот, да, 27-ое мая на свободу. Угу. Так. Сколько может? Так, смотрите, есть время 10-20. И 11-30. Вот так что, да? 27-го мая, это была суббота. Ну, просто подойдете, консультация сейчас лишь недолго. 15-15 минут. Доктором поговорится, может смотреть. Ну, доктор у нас врач выступит и коров, Махмутов, Куртиан Стоянович. Так, с работы доктора, да и след. А где находимся? Находимся мы, народная шкематология. Зарбаева, в школу 23-го, 11-го, Ловкида, 2-й, Голлэй. А на практике осталось 11-го процента взглядов. Угу. Знаете, где это, да? Да, это я знаю-ка. Угу. Так. 12-20 или вот 11-ти. 11-ти. А, давайте 11-ти. 11-ти. Так. Значит, я смогла заполнить по фамилии и кеме-одица. Витя-миапина. Первый кукол как? В. Витя-миапина, верно? Витя-миапина. Витя-миапина. Да, тогда. Здравствуйте. Настуфия Евгеньевна. Настуфия Евгеньевна, номер, полисона, контакт, удобно продиктовать. Да, 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 конечно. Витя-миапина. Ага. Витя-миапина. Ага. Агент 45. 45, да? Ага. Так, Витя Евгеньевна, вам с собой нужно будет приместировать на контакцию панорамных снимок. Панорамных снимок делается для того, чтобы доктор мог посмотреть состояние, то есть состояние горней, чтобы обязательно подобрать для вас план. Сделать снимок вы можете платить из Габаева, 180А. Это район Тайки, ближе к Бускетово, напротив Домовенка. Знаете, такое большое здание? Там апостека есть, оптика. Центр народского, центр жительной стоматологии называется. Это угол Забаева-Бускетово, напротив Домовенка. Ага. А вот. Можете сделать так, либо по адресу, вернее, на Ленина, областная стоматология, знаете? Напротив Домовенка. Тоже не знаете, да? Так, старое такое здание, напротив Домовенка. Если вам удобно будет, просто запомните адрес Санаваева-Совоскопа Адам. Здесь можно посмотреть, вам будет понятнее. Так, снимок панорамный 2D, делается он тоже недолго, минус 13, сделать вы его можете до 27 мая, в любой день, когда вам будет съемно. В субботу они тут, да, обеда работают. Главное, на консультацию, у вас снимок с тобой был. Так, будем брать вас под Назарбаева-Совоскопа Адам. 28 мая, так, в 11.30. Если у вас вдруг кто-то отменится, вы не сможете подойти, либо будете зацениваться, большая просьба нас, чтобы вы могли задать вот другого. И мы ползаем по 26 мая, в пятницу, позвоним вам, кто-то, если вас задать. Все этапы проставлены, естественно, есть ссылка на саму сделку, обозначен администратор, кто в диалоге участвовал, длительность звонка указана, и прописан комментарий, что в диалоге было неверно, что отсутствовало, а как его нужно изменить. Есть процент FFG за этот диалог. Если мы сейчас посмотрим непосредственно саму сделку, то в самой сделке по CRM-системе все данные внесены, оператор, время, указан дата записи указан, врач указан, есть задача, нету комментариев. Поэтому переходим в вкладку CRM, указываем здесь администратора. и указываем, что в сделке нету комментариев. Она не просроченная, задача она есть, она не упущенная, поэтому здесь мы ставим все нули для удобства. Далее у нас будет второй звонок. Томатологическая клиника, спасибо, меня зовут Танистофия. Здравствуйте. Здравствуйте, клиент. Скажите, пожалуйста, имплант у вас поставить, сколько это будет? Смотрите, это все очень индивидуально, но предназначено на 50 тысяч рублей. Нет, я говорю, что от того, какой имплант вам будет устанавливать доктор. Я посмотрела на ShiftM. Нет, я знаю, я это не ungef Cherrystem, поэтому я просто ос Counseling, мы огню ra $10 иual implements. 5-6-5-0-0-0-0-0-0, 5-0-0-0-0-0? Я и нам такой 17. Так? 18. 18. Вот это видите, там в Буракайке, там в Буракайке... Да. А это какая тут? А, это какая? А, это какая? В школе. Спасибо большое. Пожалуйста. А вот скажите, как у Вас запись? Долго-недолго? Как надо по телефону? Как это происходит? Ну, пожалуйста, как это происходит? То есть сейчас нам нужно будет записать на консультацию с уроком. Вот. Он проводит осмотр. Осмотр у нас бесплатный. И он как раз вас ориентирует за стоимостью. Если у Вас все устраивает, если Вы согласны с ценой, то он даже пишется на имплантацию. Уже там может быть даже... Ну, через день, через два, через три. А, ну, все, поняла я. Так, ладно, хорошо, спасибо, буду знать. Спасибо большое. Спасибо. А Вы в обходном работаете или только будьте? Только будьте. Только будьте. По субботам? По субботам мы работаем. До двух часов дня. На субботе на выходной. Вот. Ну, суббота уже хорошо, да. Три минуты. А и попасть, наверное, да? А в будьте? Конечно. Попасть. Нет. Ну, суббота в основном работает с девяти до шести. Или до шести. А. А. Все. Все. Я спасибо вам большое. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. По диалогу также указывается ссылка на сам звонок. Время указывается. И далее по всем этапам. Наглядно видно о том, что здесь не запись пациента, потому что диалог был неверно, не по скрипту построенный, было достаточно много ошибок сделано администратором, поэтому достаточно низкий балл по FFG. Комментарии указаны, что не хватает, что нужно было добавить, и самое важное, что отсутствовало в самом диалоге критично важного. Здесь наглядно видно о том, что не всегда слышно, представляется ли администратор или нет. Что для этого делается? Повторно делаем контроль и качество, прослушивается звонок для того, чтобы... Анастасия, здравствуйте. Вот, то есть мы четко понимаем, да, здесь это была Анастасия, то есть мы проставляем, ошибки нету, то есть мы ставим, но переслушиваем для того, чтобы не было фиксации того, что неверно как-то сделано. Вот, то есть все звонки несколько раз переслушиваются, если вдруг что-то где-то не услышано было или неверно было сделано. По самой сделке здесь указан оператор, время, единственное, комментарий не указан, что и как, что было в диалоге, чем закончился диалог. Ну и самое критичное, важное, не было бы говорено, когда можно было пациенту перезвонить, ну и попробовать все раз записать. Связаться стоит, ну, 15 мая, достаточно поздная дата, поэтому здесь можно было сделать принтскрин, пометку и отправить непосредственно в группу для того, чтобы этот звонок обработали повторно и записали пациента в ближайшие дни, и не откладывали на достаточно очень долгую дату, когда пациент уже, ну, скажем, сделает все, что он хотел в другой клинике, и у нас бы произошел слив пациента. Вот, поэтому мы переходим сюда, где у нас ладочка СРМ. Проставляем о том, что нету комментариев, точно так же, и обязательно прописываем, что задача у нас стоит очень поздно. Для того, чтобы можно было скорректировать. И третий у нас звонок. Здравствуйте, самодоводия Майсера Лобоковна, я тебя отрана. Здравствуйте, Анна. Можно записаться мне на декабряцию одного зуба на 15 мая, срывательно в 10 утра? Ну, пока. На 15 мая. В 10 утра записывается? А я не знаю, сколько во времени. Около часа. А, давайте, так вот, замечательно. По-моему, мне нравится, пожалуйста, подскажите, пожалуйста. Батулина. Мой Валентин Батулина. Угу. Юлия Анатольевна. Део отражения ваше полностью. 3 февраля, 17 число. Так, номер телефона используем, по которому с вами разговариваем? Да, да. Юлия Анатольевна записала вас 15 мая на Гагарина 44 в 10, Рибер, за респондрацию. Подождите, подождите, а мне надо на Ленина. Так, ну, на Ленина 15 мая уже записывается сформировано. Гагарина, в принципе, 4 кожи от Ленина, в основном рассказал. Ну, видите, какая ситуация. Мне снимут брекет один. Я в брекетах. И мне надо в промежуток попасть. Хотя, может, я успею. Если около часа 10, 30, 11, 30. Так, ну, пока что летом мы этот день вам будем звонить, напоминать о приемах. Можете вот тогда у вас администратор вносить, может, вот на 9, 30, 30. Угу. Поняла. Спасибо. Сейчас будем вас не дать. Собой нужно будет взять паспорт врать. Вас будет подмаивать по с Константином. Набравим терапевт. То есть, солист нашей клиники. И пошел бы там работать. Также, если что-то изменится, у вас, пожалуйста, и за сети. Потому что врать будет вас это дать. Да, конечно. Угу. Всего доброго, отчетания. По АМА-СРМ сразу здесь, пока в сделке, мы пройдемся. Здесь указан и оператор, и скорость обработки, и дата записи. Источник трафика, верно. Время записи. Указан врач. Возрастная группа пациента указана. То есть, все этапы проставлены. Что отсутствует? Отсутствует комментарий. Задача стоит на встречу непосредственного пациента. По самому диалогу. Все этапы проставлены. Время также сделка, ссылка указана. И комментарий. Я пропишу сейчас о том, что не совсем полностью диалог. По скрипту. Присутствуют недочеты. Их все точно также укажу. То есть, звонки происходят поэтапно. Как уже сказала, обязательно сначала слушается, проставляется. И далее уже происходит вся работа в СРМ. Аналитика СРМ. Все правильно или нет заполнено. У меня все, Оксан. Да, Стасико, спасибо большое. Друзья, напишите, пожалуйста, от 1 до 10. Понимаете ли вы, зачем слушать звонки и контролировать администратора? Зачем мы вообще слушаем звонки и контролируем администратора? Напишите кто-нибудь, чтобы нам понимать. Потом мы сейчас 3 звонка прослушали. Вам это было полезно или непонятно? Может быть, есть какие-то вопросы, какие-то недопонимания? Напишите, и мы ответим на вопросы. Вопросы. Артем, отлично. Спасибо. Так, Маргарита Восьмерочка. Может быть, есть какие-то вопросы? Напишите, почему Восьмерочку поставили. Монат, тоже напишите, может быть, вопрос какой-то. Или непонятно, зачем звонки и администратор в смысле, чем контролировать. То есть администратор у нас является ключевым звеном в клинике. Это то звено, которое нам дает пациента поток. Поэтому те собственники, те управляющие, которые недооценивают работу администратора, ну, немножко ошибаются. На администратора нужно делать в первую очередь упор по обучению. Потому что если у нас не будет пациентов, куратору будет не с кем работать, врачам будет не с кем работать. То есть если на этапе администратора сливаются пациенты, она не заводит человека в клинику, не записывает, не доводит. Просто у нас нет пациента потока. Всем остальным нечего будет делать. Ни куратору, ни врачу. Соответственно, собственник просто зря вложил свои деньги в рекламу, введение рекламы подрядчикам, маркетологам и так далее. То есть он зря, потому что у нас необычная администрация. Не работаем в СРМ. Отлично. Маргарит, вот сейчас как раз отлично ваша тема. Маргарита, подключись к нам, пожалуйста. С нами присутствует Яна Старева. Это руководитель отдела сопровождения. Она как раз расскажет, что такое СРМ, почему в ней нужно работать, почему удобно работать, для чего она нам нужна, как мы в ней работаем. И, соответственно, если будут, опять же, вопросики, вы пишите, можете прям в моменте. Я потом Яне передам в конце, когда она закончит, я ей передам ваши вопросы, и она ответит. Да, спасибо большое, Оксана. Всем здравствуйте. На самом деле, цель нашей встречи – понять, для чего нам необходима АМА СРМ, потому что мы говорим о том, что АМА – это не только возможность слушать звонки. Звонки вы можете послушать в личном кабинете телефонии, да, а мы говорим о том, что АМА в целом для нас – это программа, куда попадают абсолютно все заявки, не только звонки, да, абсолютно все заявки, и сейчас мы с вами по порядку разберемся. Итак, первое. Для чего нужна АМА СРМ стоматологическая клиника? Это, естественно, обработка входящих заявок с сайта, при всем при этом, сколько бы ни было у вас сайтов, головной сайт, одностраничные сайты и обработка всех рекламных заявок. Все рекламные компании, за исключением, здесь у меня на скрине устаревшая информация, да, Google и Facebook нам сегодня не разрешают рекламироваться, если вы проживаете в Российской Федерации, но рекламные компании с Яндекса подгружаются в АМА. Что мы имеем? В одном месте, в одном этапе у нас скапливаются все заявки. Именно из этого этапа ваши администраторы, наши администраторы берут и перемещают сделку по воронке продаж. Прошу прощения, секунду, техническая сложность. Второе – это запись звонков. Вы сейчас видели, да, и Стасия нам показала о том, что абсолютно все звонки, входящие, исходящие, в том числе пропущенные, хранятся у нас в АМА. Вы их сможете поднять в истории в любое время. Есть один нюанс относительно записи звонков. Не все телефонии имеют виртуальную АТС, да, не все операторы имеют виртуальную АТС. Важно понимать, если вы планируете внедрять АМА-СРМ, сперва мы связываемся с оператором, уточняем, есть ли у них виртуальный АТС, есть ли у них интеграция с АМА, и только после этого мы понимаем, что, да, с АМА интегрироваться, в АМА работать вообще в целом имеет смысл. Интегрируется в телефоне достаточно просто, и практически все операторы работают сами, но тем не менее есть какие-то такие небольшие компании, как правило, они какие-то там городские, да, то есть даже не региональные, тем более уж не федеральные, да, какие-то городские операторы, которые пока до сих пор не имеют интеграции. Третье – это база контактов. Вся база контактов хранится в одном месте. В любое время вы можете скачать, в любое время можете взять в работу какую-то определенную базу, условно там по этапам, база пациентов, которые не подняли трубку, база пациентов, которая была в клинике один раз, выгрузить отдельно базу, там, я знаю, ваших постоянных пациентов, которые лечатся у вас согласно комплексным планам лечения. То есть нет необходимости ввести многомиллионные журналы, тетради, клеить какие-то цветные стикеры, да, ни в коем случае на монитор экрана. Абсолютно все есть у нас в CRM-системе. Все номера телефонов, все фамилии, множество, если единственное, что мы в базу внесли. Четвертое – это аналитика. Вам есть возможность проанализировать сделки в процентном соотношении по этапам. Конечно, здесь на скриншоте вы видите этапы, которые мы написали для себя. Это не истина в последней инстанции. Можно прописать какие-то другие этапы. Мы для себя приняли решение, что вот это для нас самые удобные этапы. И мы с вами видим в процентном соотношении, да, от 100%, естественно, сколько процентов пациентов, в каком этапе у нас находится. Это позволяет нам понимать, а как нам направлять рекламу, а как нам работать, ну, к примеру, с сарафаном, да, или как нам работать на вторичных пациентов. Опять же, достаточно удобно, что в один клик вот такую вот аналитику по АМО можно простроить. Пятое – это отчетность. В АМО мы вывели для себя комфортную отчетность, мы контролируем. И Стасия сейчас, опять же, проговорила, да, что у сделки есть задача, все, ставим плюсик. Поэтому мы контролируем, что в АМО не должно быть сделок без задач, при всем при этом мы разбиваем воронки. Отдельно у нас не должно быть пациентов без задач в воронки, первичных пациентов, потому что, как правило, это говорит о том, что у нас есть потенциальный пациент в СРМ-системе, которого бросили, да, мы про него забудем. Как правило, на встречах ПААМа, на обучениях, я говорю, что мы не роботы, и мы не можем держать в голове информацию о тысяче наших пациентов. И помнить, кому мы обещали позвонить, когда, да что обещали рассказать, что подсказать. Поэтому, если у нас нет на первичной, на первичного пациента назначенной задачи, это равно упущенный пациент, да, потерянный. АМО-СРМ нам позволяет снова в один клик посмотреть, а сколько пациентов сегодня наши администраторы потеряли. Ну и, соответственно, достаточно быстро сделать эту выборку и поставить задачу, тавтология, поставить задачу администраторам, проставить задачи на этих пациентов. Следующие – это сделки без задач воронки вторичных пациентов. Если пациент хоть один раз был у нас в клинике, по умолчанию он попадает в воронку вторичных пациентов. Ну, это звучит даже вполне логично. Вот этих пациентов мы также отслеживаем. На них нельзя забывать, да. Хотела другое слово сказать. Про них нельзя забывать. Ни в коем случае нельзя делать таким образом, что пациент пришел к вам в клинику, вы закрыли за ним дверь и сказали, ну, спасибо, до свидания, да, захотите прийти еще раз, придете, конечно. Нет, АМСРМ нам не позволит в целом-то так сделать, потому что мы отслеживаем показатель сделки без задач воронки вторичных пациентов. То есть пациент вышел из клиники, мы обязательно ставим себе задачу, что необходимо позвонить ему через некоторое время, взять у него обратную связь по прошедшему приему и, соответственно, записать его на дальнейшее лечение. Абсолютно то же самое по воронкам и первичных пациентов, и вторичных пациентов. Мы отслеживаем показатели по просроченным задачам. Как правило, если мы видим вам о просроченной задаче, это говорит о том, что мы сами на себя, я сейчас в роли администратора, да, мы сами на себя взяли какое-то обязательство позвонить сегодня после шести, там, сориентировать по расписанию и так далее, и так далее, позвонить там, я не знаю, послезавтра утром сказать, пойдет сегодня дождь или не пойдет, я, конечно, очень утрирую, и не выполнили эту задачу, и, соответственно, ее просрочили. Как итог, всегда один и тот же. Падение лояльности пациента, потому что пациенты сразу запоминают, да, вы обещали позвонить сегодня после шести, когда я закончу работать, но вы мне не позвонили. Как говорится, я переживу, но осадочек остался, да. Падение лояльности внутри коллектива, когда на завтра приходит другой администратор, принимает смену у там своей коллеги, видит количество просроченных задач, естественно, лояльность падает, потому что, а почему ты думаешь, что у меня дел меньше, чем у тебя, да, почему ты не успела выполнить эти задачи, а я должна успеть. Ну и, естественно, у собственника обязательно падение лояльности, потому что чем занят мой персонал, да, как они так распределяют свой рабочий день, что они не успевают выполнить все задачи, которые внимание сами же себе и поставили. Еще один кубик, который мы отслеживаем, это количество сделок, созданных сегодня, ну или количество лидов. Каждый собственник очень внимательно относится к этому показателю, потому что для вас важно понимать, да, какое количество лидов сегодня упало, совпадает ли эта цифра с тем, что говорят вам маркетологи, потому что бывает, что открутили там за день один бюджет, да, думали, что получили такое количество лидов, а сверить не можем, потому что все они у нас падают в почту, и это там какая-то условная урна, помойка, свалка из этих писем, и просчитать их просто нереально, а верить на слово отчету маркетологов тоже не всегда мы можем себе позволить. Поэтому вам у нас есть возможность отследить от показателей, причем это автоматический показатель, его не нужно считать ручками. Один раз мы выводим его в кубик на рабочий стол, и, собственно, на этом все. Ну и там закрыто и нереализовано, да, мы обязательно хотим знать, от какого количества пациентов сегодня сами отказались наши администраторы, ну или пациенты отказались работать с нами. Мы условно видим, что у нас их вот здесь 15, мы можем бить тревогу, почему администратор отказался от такого количества пациентов, за которые, ну, как правило, собственные клиники оплатил в рамках рекламного бюджета. Шестое – это ежедневный отчет на почту. Все мы очень любим отдохнуть, у нас есть выходные дни, да, у нас есть отпуска, и вот представьте себе, вы нежитесь, там, я не знаю, на берегу где-нибудь на Бали, под пальмой, да, солнце печет, ни о какой работе мы думать абсолютно не хотим, да, вам, а мы заходить не хотим, там, нам некогда абсолютно проверять, мы там решили перезагрузить свою голову, и это все прекрасно, и это все поощряется. И для того, чтобы мы с вами не забывали, что руку-то на пульсе нужно держать, мы настраиваем для себя ежедневный отчет на почту. В 23.30 в конце 100% каждого рабочего дня, да, потому что очень мало клиник работают круглосуточно, и заму приходит короткая выборка вот тех основных шести цифр, которые мы с вами видели. Отчет может приходить к вам на часы, отчет может приходить к вам на мобильный телефон в почту, да, где мы быстро открыли, посмотрели все циферки и поняли, а нам нужно сейчас бить тревогу, да, и сворачивать отпуск, ехать срочно, выяснять в клинику, что происходит, или мы с вами спокойно продолжаем отдыхать, потому что видим, что показатели соответствуют норме. Седьмое. Это возможность отправки автоматических СМС-сообщений. Да, сегодня остались регионы, которые до сих пор пользуются СМС-уведомлениями. Скорее всего, это какие-то небольшие регионы, да, где, ну, сейчас мессенджеры недостаточно раскручены, и людям все равно удобнее визуализировать через СМС-уведомления. И мы очень часто наблюдаем, когда к нам приходят в клинике работать, и они говорят, ну, мы привыкли, там, мы взяли телефон, наклацали это сообщение, отправили, и все, продолжаем работать дальше. И когда мы садимся и пытаемся просчитать количество потраченного времени, мы просто хватаемся за голову, потому что очень много времени уходит на вот это вот клацание. Вам и есть возможность отправлять эти сообщения автоматически. Данные подставляются автоматически, то есть не нужно ничего выдумать, не нужно никуда ничего клацать. Сообщение самостоятельно отправляется пациенту. И да, отправлять сообщения максимально важно, потому что очень многие из нас визуалы, да, и если нам сейчас мы слышали с вами в звонках, что нам говорят, мы будем вам звонить накануне и напоминать, это, конечно, все очень хорошо работает. Но если мы еще имеем возможность визуализировать эту информацию, для очень многих пациентов это вполне удобно. Ну, и разумеется, восьмое – это возможность коммуникации в мессенджерах и соцсетях. В тех регионах, где смс-сообщения уже потихоньку отступают, да, уходят в небытие, есть возможность отправлять ровно такие же автоматические сообщения в мессенджеры, да, как правило, это WhatsApp, Viber практически никто не использует, в основном это WhatsApp или даже в социальных сетях. Помимо того, что мы можем отправлять автоматические уведомления о записи, автоматические уведомления о том, что, к сожалению, вы не подняли трубку, автоматические уведомления приветствия, наверняка вы обращаете внимание всегда в крупных компаниях, когда вы на сайте оставляете заявку, вам в ответ приходит сообщение «Спасибо за обращение», и это автоматическая история, которая привязана к CRM-системе. Более того, вам есть возможность написать руками текст, такой, какой мы считаем нужным. Когда завязывается переписка с пациентом, а сегодня мы все больше и больше любим переписываться, чем созваниваться и разговаривать. Если у вас началась какая-то переписка с пациентом, нет необходимости администраторам выдавать мобильные телефоны, там вешать им вот сюда вот, там на лямочку, как это раньше было модно, чтобы они ходили и не пропускали сообщения в WhatsApp. Есть возможность интегрировать WhatsApp сам и видеть все эти переписки здесь и вести их из компьютера, с клавиатуры, не переключаясь по вкладкам там WhatsApp Web или обратно вам, а делать это все в одном окне. Ну и, собственно, абсолютно то же самое – это соцсети. Здесь у меня на скрине самые распространенные – это ВКонтакте и Инстаграм. Ну, сегодня большое количество пациентов пишут нам в Директ Инстаграм, пишут нам в сообщения группы ВКонтакте, там в личные сообщения ВКонтакте. И это очень прекрасно, если у вас есть СММ-специалист, который обрабатывает эти запросы и вовремя передает в клинику запросы о том, что пациент хочет там записаться, ну, или уточнить еще какую-то историю. Все чаще клиники интегрируют социальные сети с АМСРМ и администраторы отвечают. Да, оставьте, пожалуйста, ваш номер телефона, в ближайшее время вам позвоним и запишем вас на комфортное время. Да, это в том числе можно сделать автоматически, да, роботизировать эту историю. Ну, либо отвечать руками, если мы хотим получать не какие-то шаблонные сообщения, а писать как есть. На этом скрине мы с вами видим, что происходит, если АМСРМ не используется в клинике. Отпишитесь в комментариях, для кого это известная история, да, это какие-то таблички, это какие-то бесчисленные журналы, которые мы никогда с вами не оцифруем, хотя каждый раз даем себе обещание, что мы обязательно оцифруем эту базу. Наверное, она у нас будет храниться в электронном формате. Надеюсь, что для вас вот этот вот скрин неизвестен. Ну, и такой немножко под итог от меня. Вы никогда не упустите ничего из виду. Всегда сможете проверить, вовремя ли администратор позвонил клиенту, что именно он сказал нашему пациенту, да, за счет того, что у нас с вами есть АМСРМ, программа учета первичных пациентов. Ну, и плюс, это прекрасный инструмент, который помогает нам контролировать качество звонков, да, контролировать качество доведения пациентов. Поэтому мы сейчас поняли, что, ну, как бы АМСРМ, это, наверное, едва ли не инструмент номер один. Большая просьба от меня, остановлю демонстрацию, не путайте, пожалуйста, СРМ-систему с медицинской информационной системой. В клинике это абсолютно две разные программы. И если МИС в нашем с вами случае это про записать, про расписание, то СРМ для нас с вами это учет обращений, учет заявок. Не всегда заявка равно записанный пациент, да, и поэтому это важно. У меня все, Аксен, спасибо большое. Яночка, вопрос из чата. Что есть вам от чего нет в Айденте? В чем она дополняет? Очень часто задаваемый вопрос. Да, я этим и закончила свой спич, почему не путайте. К сожалению, в СРМ Айдент до сих пор, как СРМка, Айдент несовершенна. Там есть возможность поставить задачу, но нет возможности проконтролировать. А на всех ли пациентах стоит задача? Если мы с вами закончили лечение с пациентом, да, у нас автоматически ставится задача там от последнего приема записать его на профосмотр. Если пациент к нам в клинику один раз пришел, мы с вами дверь за ним закрыли, открылись вкладку этого пациента, да, карту этого пациента и хотели назначить ему какую-то задачу, но нам позвонил другой пациент, мы подняли трубку, переключились по вкладке, отвлеклись, забыли про этого пациента. Мы никогда его не найдем. Ну, то есть мы не сможем проконтролировать, что этого пациента мы упустили, пока мы совершенно случайно не найдем его где-нибудь в листе ожидания, если мы его туда помещали. Когда мы сядем, а вдруг начнем лопатить базу контактов, а мы никогда не сядем этого делать, да, понимаете? В Айдент нет возможности коммуницировать ни в соцсетях, ни в мессенджерах. К сожалению, пока Айдент это только про СМС. А в больших регионах к СМСкам относятся очень холодно. Мы привыкли их стряхивать. Вот пришло уведомление, мы вот так вот смахнули, все, была там СМСка или не было там, ну и что. В мессенджерах у нас висит кружочек, да, в смартфоне, и зачастую нас раздражает, что оно висит, и мы заходим, прочитываем сообщение, все, визуализировали информацию. А СМСки мы смахнули, и бог бы с ним. Поэтому, ну, вот в общем, в общем и целом, вот такая разница между Айдент и Ама. Если хотите прям глобально, да, там какие-то нюансы, потому что вам, естественно, я вам сейчас показала, ну, только то, что на первоначальном этапе вполне там просто понять, то пооставляйте заявку, пожалуйста, любым удобным способом, и сделаем с вами по Аму встречу отдельно прям глубинно, глубоко. Да, да. Плюс, смотрите, у нас 9-го и 10-го июня будет проходить живая конференция в Нижнем Новгороде. Кому интересно, приезжайте, а будем с удовольствием рады со всеми пообщаться вживую, поотвечать на ваши вопросы. То есть живое общение, это живое общение, все равно это не Zoom, это не дистанционка. Поэтому, кому интересно, приезжайте. Если есть еще вопросы, если интересна вообще тема отдела контроля качества, Ама-СРМ, да, то есть контроля за администраторами, за кураторами, пожалуйста, в комментариях напишите ваш номер телефона. Мы с вами свяжемся, и старший куратор Анастасия сделает с вами индивидуальную планерку под удобное для вас время. Все расскажет, все покажет индивидуально, назначится с ней на тестовый период, и уже определитесь по дальнейшему сотрудничеству, полезно вам будет это или не полезно, даже в ваших периодах. Вот, поэтому, Александр, подскажи, пожалуйста, как мы делаем, мы ждем какое-то время, если у нас напишут номера телефонов, или это можно сделать как-то, как мы делаем дальше. Мы закончим. Я думаю, что, если что, можно в том числе оставлять где-то в мессенджерах, да, в заявке, в телемраме, на сайте. Да, сейчас пишем номер телефона, кого заинтересовало. Да, девочки, спасибо тогда, давайте мы вас отпустим. Анастасия и Яна, спасибо большое. Всего доброго, хорошего дня. Хорошего дня. Всего доброго, хорошего дня. Да, админ сейчас поместил ссылки для регистрации на конференцию, кому интересно приехать к нам на два дня в Нижний Новгород. И, кому интересно, оставляйте номер телефона, имя, и мы с вами свяжемся и выйдем на личную беседу по делу контроля качества. Александра, благодарю. Хорошо. Все, я тогда тоже прощаюсь. Всем хорошего дня и до свидания.